Привет всем и посмотрите, какого славного, очаровательного, добренького ёжика мы сегодня с вами сделаем. Давайте посмотрим, как его нужно сделать. Для этого вам понадобится маленькая бутылочка, в данном случае это бутылочка от воды, и несколько пенопластовых шариков. Вот сейчас я буду делать лапки. Разрезаю шарик пополам. Один и второй, как раз у нас получится четыре лапки. И сейчас я буду вырезать коготочки. Не переживайте, если у вас нет шариков. Возьмите, просто наклейте несколько кусочков белого фома, несколько кружочков, и сделайте то же самое. Ну, не важно, что они получатся у вас плоские, они такие полукруглые, как у меня. Зато проявите смекалку. Так, вот ножки готовы, и теперь мы будем делать ушки. Опять же, я ушки делаю из пенопластового шарика, вырезаю самую серединку. А вы можете сделать немножко по-другому. Можно сделать ушки из обыкновенных монеток, из маленьких, из дешевых. Можно сделать из пуговиц. Можно, опять же, из того же фома сделать. Вот я немножко отрезаю, вот, чтобы лучше ушки встали на место, так сказать, чтобы я не резала бутылку. Так, ушки у нас готовы, ножки готовы. А теперь, смотрите, я буду приклеивать тельце. Благодаря тому, что бутылка еще не покрашена, мне все-все видно. Если кто-то делал подобных животных или насекомых там с ножками, вы знаете, как это сложно сделать равномерно, распределить эти ножки так, чтобы ваши питомцы, сделанные, стояли правильно абсолютно. Но в данном случае вы вообще сильно не переживайте. У нас будет специальный такой противовес. Вот, и вот я ставлю ежика на донышко, вернее, бутылку и приклеиваю ушки. Вот одно ушко, второе ушко. Ставим их на место. Так, основная готовка, заготовка готова. И, конечно, ежик у меня не стоит, а нос перевешивает, но это не страшно. Ну, вот, смотрите, я по своей старой привычке не закрасила белым цветом сначала мордочку и ушки. И мне пришлось два раза все равно красить розовой краской, для того, чтобы мордочка и животик, и ушки были похожи, ну, как настоящие, как будто это кельце. Вот слегка ели розоватый цвет. Может быть, даже можно было немножко песочным у вас сделать, но я сделала розовеньким. Так, вот я крашу пузик ему. Повторяю, я это сделала два раза. Посмотрите, вот теперь красиво получается. А теперь насыщенную белую краску я наливаю внутрь. И хорошенько все это размешиваю. Таким образом, я нашего ежика крашу изнутри. Выливаю оставшуюся краску. И оставляю бутылку открытой и просушиваю. Но учтите, что периодически нужно все-таки закрывать пробку и еще раз встряхивать, для того, чтобы краска распространялась и высыхала равномерно на стенках. Ну, а теперь я делаю немножко черными лапки, ушки закрашиваю. И, естественно, носик будет у нас черный. Все это в черную красочку. Красим и оставляем сушиться. Теперь мы делаем грибы. Я уже однажды в своем видео показывала, как делаются грибочки. Это пенопластовые шарики. Я их наклеиваю на широкую пластмассовую трубочку. Наклеиваю с двух сторон, чтобы быстрее это делать сделать. Один грибочек ножка и второй. Одна ножка будет чуть побольше, другая чуть поменьше. И грибочек один будет маленький, другой будет чуть побольше. Опять-таки, можно это сделать из фомы или из папье-маше, вот эту крышечку. Маслят мы тоже уже делали. Вы, надеюсь, видели мое видео, как сделать маслята. Вот я снизу шляпку крашу в желтый цвет, оставляю сушиться. Вот. И теперь мы красим ножки в белый цвет. Ножки у нас белого цвета. Вот как патрончики они у нас выглядят. Покрасим. Вон, я уже приготовила зубочистки. Воткнула их в пенопласт. Так будут сушиться у нас ножки. Теперь красим коричневой красочкой наши маслята. И также точно втыкаем их в пенопласт. Пускай стоят и сушатся. Маленький грибочек и большой грибочек. А теперь займемся оперением или игловкалыванием. Значит, это обыкновенные палочки для ушей. Я их только слегка покрасила с краешку черной краской. И, естественно, отрезала всю пластмассу. И теперь я ставлю небольшие точечки горячим клеем. И быстренько выставляю иголочки. Вот теперь как это будет выглядеть сзади. И это делаю сзади по кругу. Ничего лишнего придумывать не надо. Все уже за вас производители бутылок придумали. Все очень легко и быстро. Очень легкая поделка. Очень красивая. Очень веселая. Детишкам очень сильно нравится. Мне ребенок в школу отнес. Там ребятишки очень радовались. Это мы делаем глазки. Глазки я беру уже готовые. Если таковых у вас нет, можно их сделать из бумаги белой-черной или из белого-черного фоума. Ну, теперь сделаем небольшой макияж и улыбку почти до ушей. Вот она ж добренький. Такой хорошенький ежик получается. Теперь собираем грибочки. Капаем клей сюда, не жалея. Опа! Ножку посадили. Есть один. Второй грибочек. Точно так же. Тоже готов. Ну, а теперь давайте приспособим эти грибочки на ежика. Нашли место, где будет стоять. И теперь добавляем сюда клей и приклеиваем. Все! Поделочка готова! Посмотрите, какой славный ежик получился. Он такой крохотный, такой миленький, такой добренький. Очаровашка. Просто очаровашка. И вмещается легко на одной руке. Понравилось? Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Приходите за новыми идеями. Я всегда готова с вами поделиться. Всего вам доброго, хорошего дня, вечера и утра. Все! это да! Сейчас! 在 кладейся! delivered... Продолжение следует...